Праздник хлеба был посвящен 94-летию Татарского района. Его ежегодное проведение – это та традиция, которую мы должны передать потомкам. Именно так считают организаторы мероприятия. Хлебное раздолье – это настоящий праздник хлеборобов. Сегодня здесь, на лыжной базе «Березовая роща», муниципальные образования и хозяйство Татарского района хвастаются своими хлебобулочными изделиями. Каждая организация, каждое муниципальное образование, стремясь удивить публику во время конкурса по дворей, проявила всю свою фантазию. Перемещаясь от стенда к стенду, от палатки к палатке, можно было увидеть великое разнообразие хлебных изделий. До чего там увидеть? Иногда даже разрешали откусить. Однако многие посетители по дворей признались, что им часто было жалко нарушать своими укусами непередаваемую красоту батонов, караваев и пирогов. Причудливые формы, интересные сюжеты, оригинальное оформление, инсталляции и даже театральные постановки – вот чем удивляли хозяева по дворей. Официальная часть праздника началась с парада участников хлебного раздолья. Громкими аплодисментами публика встречала участников фестиваля, делегации муниципальных образований, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Гости праздника могли познакомиться с машинами, которые служат верными помощниками хлеборобов в битве за урожай. Наверное, только ленивый не сделал селфи с комбайном, а среди детей, прибывших в этот день на лыжную базу, вряд ли были те, кто не сфотографировался на месте машиниста в кабине сельскохозяйственной техники. С приветственным словом к жителям и гостям района обратился глава татарского района Владимир Васильевич Смирнов. Самое главное богатство любой территории – это, конечно же, люди. И у нас очень много замечательных людей, трудолюбивых, творческих, целеустремленных, которые прославляют нашу малую родину, татарский район. Работники сельского хозяйства, промышленности, образования, медицины и много-много других. Я хочу, конечно же, поблагодарить вас за ваш труд, за ваш вклад в социально-экономическое развитие татарского района. Пожелаю всем здоровья, благополучия и, конечно же, отличного настроения. С праздником вас, дорогие друзья! За добросовестный труд и вклад в развитие района Владимир Васильевич вручил почетные грамоты и благодарности областного значения. Поздравила собравшихся с праздником заместитель директора Новосибирского государственного дома народного творчества Елена Константиновна Федосеева. Такое солнце, так тепло, а ведь середина августа, значит, дело сегодня действительно доброе. Поэтому нас поддерживает и погода. Мы, представители областного дома народного творчества, приезжаем на ваш праздник уже не первый раз. И мы видим, как этот праздник ширится, становится сильнее, взрослее, интереснее. Мы желаем вашему празднику долгих-долгих лет жизни. И чтобы он стал действительно настоящим брендовым праздником не только Татарского района, но и Новосибирской области. Во время основной части мероприятия многоуважаемые жюри и гости Татарского района ознакомились с конкурсными работами фестиваля, выставочными экспозициями. И решение, которое ждала от жюри публика, далось очень нелегко. Ведь достойными претендентами на победу, без преувеличения, являлись все участники. Результаты конкурса по дворе получились следующими. В конкурсе «Праздник хлеба» приняли участие 11 муниципальных образований и 2 частных лица. Третье место в конкурсе было присвоено Новомихайловскому сельсовету. Второго места было удостоено Дмитриевское муниципальное образование. Победителями «Праздника хлеба» стали новопервомайцы. В номинации «Кондитерское изделие» победу одержала Наталья Швецова. В номинации «Хлебная кладовая» – Николаевский сельсовет. Номинация за лучшую выставку хлебобулочных изделий покорилась неудаченцам. В номинации «От сахи до стола» победителями стали жители Увальска. В номинации «Хлебные чудеса» – жители Новотроицка. В номинации «Хлебная корзина» победу одержала ИП Зайцева. В конкурсе «Лучшее хлебобулочное изделие 2019» среди субъектов среднего предпринимательства в сфере изготовления хлеба и хлебобулочных изделий места распределились следующим образом. ИП Дюжакова – третье место. Общество с ограниченной ответственностью производственник – второе место. Победу в конкурсе вновь одержал ИП Ведзижев. Также в рамках «Хлебного раздолья» состоялись выставки цветов, декоративно-прикладного творчества, концерт творческих коллективов района, а также зрелищные иконные скачки, что явилось новшеством для данного фестиваля. С целью совершенствования профессионального мастерства среди добровольно-пожарных команд татарского района были проведены районные соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвященные 370-летию образования пожарной охраны России. Вечером празднование дня района перенеслось с лыжной базы на центральную концертную площадь, где можно было потанцевать под музыку и песни наших артистов, перекусить шашлыком или другими вкусностями, продаваемыми на площади. Некоторые даже умудрялись сделать это одновременно. В конце праздника прогремел красочный салют. В этом году фестиваль «Хлебное раздолье» участвует в региональном конкурсе мероприятий событийного туризма среди районов и городов Новосибирской области «Сибирский тракт», учредителем которого является областное министерство культуры. Цель конкурса – привлечение внимания к сохранению и развитию сокровищ нематериального культурного наследия, повышение престижа и роли событийного туризма и увеличение потока туристов в Новосибирскую область. Кто знает, возможно, благодаря хлебному раздолью наша малая родина станет более привлекательной для туристов. Если учесть масштаб раздолья, проведенного в честь некруглой даты, можно представить, с каким размахом этот праздник пройдет в следующем году, когда у татарского района будет юбилей. Вадимила Зайкина Вадимила Зайкина